Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал! И сегодня нас ждут много интересностей от Сель. Так, давайте, наверное, приступать без лишних слов. У нас будет немножко ухода, парфюмерии и даже декоративной косметики. Давайте все по порядку. Давайте, наверное, начнем с ухода. Уход у меня представлен вот такой вот сывороткой Pro Beauty Bio гель-концентрат для кожи вокруг глаз. Легкий гель-концентрат с невесомой текстурой, созданный специально для нежной чувствительной кожи вокруг глаз, увлажняет и укрепляет ее, снижает вероятность появления темных кругов и мешков. Даже сам тюбик направлен на то, чтобы средство работало, потому что здесь есть вот такой вот замечательный металлический шарик, который отлично просто охлаждает век, особенно если еще это средство хранить в холодильнике, то вообще будет очень-очень супер все. С утра я всегда использую вот этот гель теперь, он мой фаворит и любимчик. Даже, кстати, когда я не уложу в холодильник, а просто беру из корзиночки, где у меня, скажем так, лежит косметик, который я пользуюсь в данный момент, шарик этот холодненький. Он приятно охлаждает кожу под глазками, кстати, за счет еще вот этого охлаждающего эффекта мешки под глазами становятся меньше. У меня нет каких-то серьезных таких темных кругов под глазами, ну вот этот фу вроде бы, но даже вот такие небольшие он делает еще менее заметными, отлично увлажняет деликатную зону, шарик хорошо скользит по веку, ничего никуда не растягивает, все просто замечательно. Довольно просто на 100%, наверное, мой сейчас любимчик, фаворит, вот, кстати, сейчас буду, наверное, снимать фаворита лета, и однозначно он попадет туда, как и следующая коробочка, как и следующая коробочка. Это парфюм, ну аж, если я правильно читаю, парфюм, нью аж, да, нью аж, парфюмированная вода для женщин, в принципе, и все, что здесь написано. Я выбираю, на сайте, кстати, очень удобно выбирать, по крайней мере, вот парфюмы, через интернет довольно проблематично заказывать парфюмы, особенно если ранее вы с ними не были знакомы. Здесь же на сайте есть одна очень такая интересная фишка, помимо описания, да, какие ароматы присутствуют, скажем так, какие нотки присутствуют в этом аромате, есть еще такая пометочка, что если вам нравится такой-то аромат, ну и, скажем так, из нескольких таких очень популярных, с ароматами которыми все, в принципе, знакомы, то вам, скорее всего, понравится и этот. Я выбирала, обращала внимание на ноты, да, и читала вот эти приписочки, и именно так я и выбирала свои парфюмчики, знаете, не прогадала, он классный. Я выбирала такое, что-то такое свежее, цветочное, может быть, фруктовое, ну, в общем, что-то на лето. И прям супер! Угадала на 100%, пришло именно, скажем, то, что я ожидала, к чему я готовилась. Мне очень, кстати, понравился футлярчик. Он такой вот очень красивый, мне нравится, безумно, вот эта вот гамма, в которой он выполнен. Красивый, стильный флакончик, да, вот здесь вы можете видеть нотки. Я вам расскажу о том, что я чувствую. Я никогда не умела красиво описывать ароматы, но уж поделюсь с вами таким простым языком. Ну, первое, что мне бросается в глаза, да, ну, не в глаза, в нос, наверное, это очень такая, это какая-то такая свежесть. Прям вот свежайшая свежесть, свежесть и цветов. Очень вкусный пахнет, не знаю, даже описать. Я не могу выделить прям какие-то нотки. Это, знаете, не таким вот каким-то, не знаю, компотом на вас обрушилось, там, на голову вам вылили кастрюли компота, и от вас не пойми, чем воняет. Нет, это не поэтому, да, не поэтому я не могу выделить какие-то, да, работы, но настолько гармоничная какая-то композиция. Не компотные, не какие-то, знаете, возрастные, скажем так, там, он прибрызнулся и из-за угла понятно, что он хорошо за 70, да. Такие какие-то вот и женственные, и свежие, и цветочные. Ну, вот, ну, не знаю, от меня ассоциируется с таким вот летом. Может быть, не супер жарким летом, а, знаете, наверное, вот что-то такое теплое, теплое лето. Какая-то река, может быть, какой-то водоем, назовем это водоем, цветы, лес, ну, не знаю, почему-то у меня вот этот аромат погружает в какую-то такие вот теплую атмосферу, скажем так. В общем, классно, угодила я сама себе. Карандаш для бровей. А почему все производители не делают на кончике вот эту щеточку? Я не понимаю, по-моему, это просто находка. Ну, не знаю, не всегда есть под рукой щеточка вот эта вот кисточка, либо она теряется у меня постоянно. В общем, очень удобно иметься с другой стороны карандаша вот эту щеточку. Оттенок у меня довольно-таки темный. 23-й, наверное, смоки грей. Очень такой темный оттенок. Он не рыжит ни в коем случае, он не черный. Он, знаете, такой темно-коричневый с, наверное, таким сероватым подтоном. Хороший оттенок. Мы его немножечко растушуем, будет понятно. Подойдет таким темненьким, как я. Знаете, не слишком мягкий, не слишком жесткий. Он не царапает, но в то же время, как-то, знаете, не течет. При нанесении его нужно строгать. То есть, соответственно, заточить его можно очень тонко и прорисовать очень-очень детально. И, знаете, такие волосюшечки просто. Довольно-таки неплохая у него стойкость. Никуда не убегает в течение дня. Держится до того момента, пока я его не захочу смыть. Дальше у нас идет матовая помада жидкая. Тон 832 цветущий сад. Ну, знаете, такая вот прям повседневная помада. Я бы ее называла так на каждый день. Очень такой насыщенный, красивый оттенок. Знаете, ну, это вот, как говорят, как цвет губ, только лучше. Это, наверное, про эту помаду. Кстати, она очень приятно пахнет. Чем-то таким ванильно-шоколадным, что ли. В общем, классно. Да, помада это не суперстойкая. Она не застывает, скажем так. Но она, знаете, оставляет такой какой-то, я бы сказала, тинтовый эффект. После того, как основной цвет сходит. Для дневного макияжа, по-моему, это очень круто. То есть, чтобы она сходила аккуратненько. Не какими-то там кусками. По-моему, это очень круто. В общем, помада тоже красивый цвет, очень приятно пахнет. Приятно в носке, она увлажняет губки. Несмотря на то, что как завъявлено матовое, вельветовое. Само по себе, я бы сказала, она, знаете, такая полуматовая. И для того, чтобы получить такой привычный нам пол, наглухоматовый эффект, нужно ее все-таки промокнуть салфеточкой. Пока про тени. У меня они в оттенке, значит, 748. Perfect Matte. Матовые такие тени. И знаете, когда я увидела этот оттенок, я его просто захотела. Я поняла, что это очень универсальный оттенок. Он подойдет абсолютно для всего. Им можно и складочку затемнить, и просто макияжик сделать такой дневной, легкий. И смоки с ним можно сделать. Ну, не знаю, это очень красивый такой лилово-коричнево-серый оттенок. Очень универсальный. Тени очень безумно просто такие мягкие, шелковистые. Очень-очень мельненького помола. Отлично тушуются. Не знаю, я от них без ума. Но оттенок этот я очень-очень давно хотела поймать. Нигде не могла найти именно вот такой. Он идеальный. Просто. Вот такие вот покупочки все у меня были. Если вам понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. Заглядывайте в инфобокс. Там будут все ссылочки. И на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok